Рев мотора, расслабляющий ветерок и освежающие брызги воды. Все это подзакатное солнце. Свой рейд рыбоохрана выходит именно под вечер, но не все так романтично, как может показаться на первый взгляд. Здесь иная причина. С первыми сумерками шанс поймать речных браконьеров удваивается. Сети они ставят, как правило, когда только начинает темнеть. Свою проверку мы начали с реки Самарка и буквально в первые минуты спасли рыб. Это была косынка, маленькая сеть размером с 5-килограммовый пакет. Там уже была рыба, окунь и судак. Первый чувствовал себя бодро и отправился обратно в воду. А вот судаку повезло меньше, рыбу спасти не удалось. Мертвую рыбу ручные правоохранители уничтожают. Она уничтожается, как правило, всеми возможными способами. Либо она у нас рубится на куски, либо путем сжигания. То есть по-разному. Косынка под мостом это не удивляет, говорит инспектор. С каждым разом нарушители придумывают способы все изощреннее. В этом году браконьеров меньше, однако связано это не с появлением совести, а новых штрафов. Согласно изменениям в законе, преступникам придется раскошелиться от 2 до 5 тысяч рублей, плюс отдать сеть и лодку, на которой были пойманы, а также заплатить за всех пойманных рыб. Продолжили искать нарушителей мы уже в протоках Самарки. Направились в сторону озера Гатное. Там оказалось спокойно. Как рыбалка? Кольку. Дорога. Чтобы найти браконьера, важно не упустить ни одну деталь, рассказывает инспектор. Отличительные знаки – это свободные от травы подходы к воде, связанные камыш, как метка, чтобы не потерять свой улов. Невозможно предположить, где что окажется. Только опытным путем искать, искать и искать. Они стараются запрещенное орудие лоу поставить и где-то находиться подальше от них. Могут и баклажки привязать, могут и поплавки на виду. Но, как правило, стараются пригрузить их, чтобы не видно было. Но в Самарке есть и разрешенные сети рыбсовхозов. Но рыбу, которую они вылавливают, должны сдать в областной департамент охоты и рыболовства, за что рыбаки получают зарплату. Рыбачим здесь рыбсовхоз у нас. Пожалуйста, можете смотреть. Там все по разрешению, можем показать документы, если есть желание. То есть журнал лежит на стане. Все как полагается. Все как положено. Дальше на пути нам встречались рыбаки без лицензии. Но лишь пернатые. Протоку буквально захватили цапли. Смеркалось. Чтобы обнаружить сети, рыбная охрана решает применить еще один метод. Выпускает кошку. Ни одно животное во время нашего рейда не пострадало. Речь об инструменте защитников. Это что-то напоминающее маленький якорь, который забрасывают за борт и тралят. Держат за веревку и ведут рядом с лодкой. За него цепляются сети, если они есть. Больше всего сетей ставят весной и осенью, говорят специалисты. Потому что вода в реке еще холодная и улов может сохраниться на пару дней. А сейчас его нужно забирать день в день, иначе рыба протухнет. Поэтому и сетей летом меньше. В рейд рыба охрана выходит вот на такой лодке. Она сможет набирать скорость свыше 50 км в час. В ней должны находиться 4 человека. Но, как правило, их трое. Один инспектор и два общественника, которые выступают в роли понятых в случае чего. Такие проверки могут длиться от нескольких часов до суток. Большую часть времени занимает засада, чтобы не спугнуть браконьеров, например, ревом мотора. За один выезд можно поймать 10 человек, а можно никого. И здесь многое зависит от везения. Мария Левина, Василий Кладошов. События.